привет всем кто смотрит мое рукоделие сегодня развлекательные видео я нашла у себя остатки вот эта сетка которую раньше прикрепляли на окна от комаров и мух а сейчас уже такие сетки в рамочках окна современные пластиковые а когда были деревянные мы на кнопки на гвоздики прикрепляли сетки почему она у меня сохранилась чистенькая постиранная голубого цвета также есть тюль остатки и какие-то утеплители кухонные сан салфетки я когда шью прихватки у меня остаются обрезки вот решила навести порядок и все выкинуть и остановилась думаю надо что-нибудь пошить развлекаться давно не включала оверлок и буду шить я такие кухонные губки для мытья посуды дорогие мои зрители кому 50 плюс а помните чем мы раньше мыли посуду в нашем детстве напишите пожалуйста в комментариях да это были какие-то тряпочки старые простыни их выбрасывали брали новые но вот мои моей памяти это осталось а теперь есть разные средства но я решила поразвлекаться и занять себя ну и что-то полезное все таки как вы думаете я сшила много разного цвета и ими хорошо мыть посуду одна страна получается жесткая если использовать тюльер гонзу или какую-то сетку но мой совет сделать их пухленькими сейчас видео вы увидите что я придумала дальше да вот она сетка кто узнает такую сетку для окон и кто пользовался ею ставьте пожалуйста лайк и вообще пишите комментарии воспоминания складываю несколько слоев кухонную салфетку сетку тюль и буду прошивать делать такой кармашек три стороны на верлоке также можно это прошить на швейной машинке а а потом внутрь надо наполнить разными обрезками это и даст губки толщину ей будет удобно пользоваться я нашила несколько таких кармашков и собрала все что вот после оверлока как он обрезал и вот эти все обрезки они сейчас и пригодятся такими губками пользоваться конечно мы долго не будем несколько дней и выкинули я решила пришить петельки чтобы удобно было их сушить например повесить на кран или на крючок да они даже еще красивые получаются вот эта тюль с полосочкой золотой а зачем я вот порезала флис на мелкие куски я не знаю наверное этого делать не надо было ну когда шьешь не все учитываешь а когда монтируешь видео видишь уже недочеты приходила сестра спрашивает что ты шила за последние дни мне интересно я и как достала высыпала на стол сначала она не поняла что это такое пришлось объяснить говорит мне тоже отсыпь не надо дорогие мои зрители напишите пожалуйста в комментариях как вы думаете удобно мыть посуду такой штучкой или нет кто досмотрит видео до конца я покажу куда еще использовала тюль что шила такие губочки я сделала цветные так интереснее и обрезки в дело применила и вещички полезные сшила и и вот эта сетка если ее в два слоя она очень хорошо отмывает все кастрюли вот есть такие еще железки которыми мы трем кастрюли они пахнут иногда железом мне не нравится ими пользоваться вот пожалуйста вариант чем можно заменить скажу вам честно пошила такие губочки и возможно больше не буду шить но так хотелось попробовать и вам показать поэтому я думаю что многие улыбнулись покажу как можно без оверлока обойтись и на швейной машинке сшить простой кармашек и его тоже набить сначала прошить три стороны потом вывернуть и также обрезками наполнить и вставить петельку получается очень даже аккуратно сегодня домашнее рукоделие шило нужные вещички вам тоже советую я отвлеклась развлеклась всем дорогие мои желаю удачного творчества хорошего настроения здоровья новых творческих идей подписывайтесь на мои соц сети ссылочка в описании под видео ссылочка в описании под видео добавьте сюда в магазин чтобы понравилось чтобы попасть в магазин мне информации шли видео взять ф